Его имя прогремело в 60-х в Нью-Йорке. Лью Эл Синдер начинал играть в университете Лос-Анджелеса в составе этой команды под руководством легендарного тренера Тома Лудена, трижды становился чемпионом страны. Милоки Бакс выбрали его первым номером на драфте NBA, вместе с Оскаром Робертсом они сделали бак с чемпионами 79-го года. А потом Лью изменил свое имя на Карим Адул-Джабар и в 76-м году ушел по трейду в Лос-Анджелес Лейкерс. Там, объединив усилия с Мэджиком Джонсоном, помог команде добиться пяти чемпионских титулов в 80-х годах и затем прославившись своим заулочным. Хуком Карим стал ведущим игроком по результативности в NBA, который распрощался в 89-м году. Мы выросли вместе и научились ценить друг друга, ценить нашу огромную славу. Хочу сказать вам, болельщики, спасибо, огромное спасибо. Вы были замечательны. На этой неделе Овертайм расскажет о Кариме Абдул-Джабаре. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Абдул-Джабаре О, мой Майкл, в этом победе! Дима Абдул-Джабаре Дима Абдул-Джабаре Дима Абдул-Джабаре Здравствуйте, он Брюс Бек. Здравствуйте, он Брюс Бек. Два десятилетия Карим Абдул-Джабар возвышался над латшафтом NBA, подобно Вавилонской башне. Он обладал самым разрушительным оружием в баскетболе своим изящным броском Sky Hook, и благодаря ему стал самым результативным игроком в истории. Сегодня в Овертайме мы услышим, что сам Карим рассказывал о себе в разные периоды своей карьеры. Начнем с его второго сезона в Милоке Бакс, когда его еще звали Лью Алсиндер. Бакс приобрели Оскара Робертсона, чтобы обострить борьбу против действующих чемпионов Нью-Йорк-Никс. В перерыве матча Милоки-Нью-Йорк Лью дает интервью Джеку Твайману из NBC. Счет в перерыве 56-55 в пользу Нью-Йорка, и мы беседуем с центровым Милоки Баксом и Лью Алсиндером. Лью, что вашему клубу дало появление Оскара Робертсона? Главным образом мы получили того, кто сделает всю работу. У нас очень надежный тыл. А как насчет Лью Алсиндера? Ты ведь теперь больше забрасываешь мячей, у тебя лучший процент попадания. Тебе лично он помог? Моей персональной игре он здорово помог. Сейчас я делаю меньше потерь, потому что у меня есть еще кто-то, кто может передать мяч, и кому я могу отдать пас. Он также помог и остальной команде. Мы пасуем и помогаем в защите гораздо лучше. Лью, а как насчет конкретной этой игры? Насколько она важна для определения дальнейшей тенденции этого сезона? Нью-Йорк начал с того, что выиграл у вас 4 раза подряд. Это давляет сейчас над вами? Да нет, не сказал бы. Сейчас мы стараемся добиться некоего прорыва. Мы хотим победить Никс, потому что они чемпионы мира. Лью Рид набрал 22 очка в первой половине игры. Вы ожидали, что Никс будут так загружать своего лидера? Что ж, они обычно пасуют тому, кто открыт, а не дают мяч любому, кто может забросить его в корзину. Сегодня это делает Уиллис. А что впервые вам сказал Лэрри Костелло? Будут ли какие-то перемены во второй половине? Нет, нам просто надо сделать кое-какие вещи, если мы их сделаем, попробуем выиграть матч, не больше, не меньше. Как вы рассчитываете провести оттаток сезона? Думаете попасть в плей-офф или пока только о каждой конкретной игре? Пока только о конкретной игре. Мало ли что может случиться, но там травма или что-то еще серьезное. Потом посмотрим, что получится. Большое спасибо и удачи, Лью. В том сезоне Баксы продолжали выигрывать в каждой конкретной игре, пока число их побед не достигло 66-ти. Лью Алсиндер был признан самым полезным игроком, и Локи в чистое обыграли буллиц в финалах и стали чемпионами NBA. Джек Туайман после победы берет интервью у двух звезд Милоки, Лью Алсиндера и Оскара Робертсона. Одиннадцать лет прошло. Что думаешь о команде? Первый год в этой команде. Было здорово, но должно быть еще лучше. Лью, поздравляю. Оскар сейчас тебя очень хвалил. Ты потрясающе провел серию. С помощью Оскара. А как насчет тебя самого? Ты играл великолепно. Поздравляю со званием MVP. Что ты думаешь о приходе в прошлом году Робертсона? Спасибо. В этой последней игре у нас не хватало одного игрока в нападении, но он сыграл отлично. И на подборах, и бросал по кольцу как надо. Вот что я хочу сказать о своем партнере. Оскар, в этой команде есть все. Нам еще нужно поработать, но мы хорошая команда. Это был последний раз, когда его называли Лью в интервью. В следующем сезоне он сменил имя на Карим Абдул-Джабар. Другая большая перемена в его жизни произошла через несколько лет, когда Бакс передали его по трейду в Лос-Анджелес. Теперь еще одно интервью, где мы увидим у Карима на главе немножко меньше волос, чем раньше. Вопрос о его переезде из Хармлуда в Голливуд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА